Все мы любим Святослава Вакарчука, но не все знают, что у него есть степень по физике. Сейчас я расскажу вам частичку его биографии. 14 мая 1975 года в небольшом городе Мукачево в Закарпатской области родился Славик Вакарчук, будущая звезда и даже можно сказать суперзвезда украинской рок-музыки. В 1980 году родился младший брат Олег Вакарчук. Сейчас он банковский работник, женат, у него есть дочь Маричка, крестный манцов, который является родной дядя Святослав. Святослав вырос в интеллигентной семье. Мать – педагог-математик, отец – преподаватель теоретической физики. В начале 90-х Вакарчук-старший станет ректором Львовского университета, а затем будет занимать пост министра образования Украины. Недостатка в образовании, как вы понимаете, у Славы быть не могло. Музыкальный вкус Вакарчука в детстве формировали его бабушка и дядя. От бабушки досталась любовь к украинской народной музыке, от дяди – преклонение перед Beatles, Queen, Rolling Stones, что и привило ему любовь к украинской музыке и року. Свою первую песню он написал уже в 15 лет. Цитируем. Честно говоря, первых своих песен я уже и не помню. Они были смешные такие. А спустя всего два года появилась композиция, ставшая впоследствии настоящим хитом. Называлась она «Вид пусты». Как ни удивительно, но эта теперь уже легендарная песня была написана, когда Вакарчуку было всего лишь 17. Два года Слава занимался в музыкальной школе по классу скрипки, одновременно изучая игру на баяне. В 1991 году Слава поступил на факультет теоретической физики Львовского университета. Причем высшее образование у Вакарчука не одно, а целых два. В параллельно с теоретической физикой занимался экономикой, за что и получил диплом экономист международный в 2003 году. В 1996 году поступил в аспирантуру кафедры теоретической физики того же университета, где впоследствии получает степень кандидата в физико-математических наук. Тема кандидатской диссертации – суперсимметрия электронов в магнитном поле. Позже один из альбомов Вакарчук назвал «Суперсимметрия», а одну из песен – «Сьюзи». В студенческие годы у Славы была группа, название которой история до нас не донесла. Ребята пытались играть, но сам факт, что они пытались, а не играли, не удовлетворял амбициозного и талантливого юношу. И он стал искать. На вечеринке у своей подруги Святослав нашел то, что искал. Он познакомился с Пашей, являющимся гитаристом и небезызвестного клана тишины. Впоследствии знакомство переросло в тесное сотрудничество и вылилось в то, что мы знаем под названием «Океан Эльзы». Мало кто помнит, что в 2005 году Славик Вакарчук за несколько часов стал миллионером, легко выиграв эту сумму в телешоу «Первый миллион» в Украине. К слову, впервые за историю этой программы. Деньги он отдал на благотворительность. В ноябре 2007 года Святослав Вакарчук стал членом комитета Верховной Рады по вопросам свободы, слова и информации. 11 сентября 2008 года народный депутат Вакарчук подал заявление о сложении депутатских полномочий. Цитируем. «Это решение стало итогом тяжелых раздумий в течение нескольких месяцев и кажется мне честным шагом по отношению к избирателям». Да, наверное, это и правильно. Политикой должны заниматься политики. А настоящее призвание Святослава – это дарить нам радость и прекрасную музыку. Будучи еще студентом, он познакомился с Великой Фомаревой, которая вскружила ему голову. Между молодыми людьми проникнула из крах, переверзшая в серьезные отношения. На протяжении 15 лет они уже в калитарском браке, находят слухи, что в 2015-м они наконец-таки официально стали мужем и женой. Вакарчук не хочет комментировать личную жизнь, и это его право. Но нам удалось выяснить, что у Святослава есть еще одна тайная любовь. Это очаровательный код сиританских породок, по кличке Чьерин, которого несколько лет назад славы бы подарили его друзья. Спасибо за просмотр! Давайте пожелаем Святославу и удачи, тем самым поставим лайк под этим видео. Подписывайся на канал и будь в курсе всего самого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok